В прошлый раз я рассказывал о том, что на самом деле есть, конечно, версия перезахоронения Сталина, казенная, где щелкают каблучки, где отдается честь и все работает, как швейцарские часики, и Сталина очень благополучно перезахоронивают. На самом деле все было гораздо веселее, так как это всегда происходит в России. Сталина, когда выселили из мавзолея и помогли ему дойти до новой могилы, с этим связана прелестная история. Это, как ты помнишь, происходило в ночь Хэллоуина, и это немаловажный момент. Хотя мавзолей это такое двуспальное заведение, но поделить его оказалось между двумя вождями невозможно, потому что образовался клан ленинцев и клан сталинцев. И они стали, как на всякой коммунальной кухне, друг другу портить жизнь. Сталину один ус покрасили синим, другим малиновым, Ленину прицепили к углам рта, крючки зацепили за уши, он лежал с идиотской улыбкой. То есть портили друг другу жизнь, мстили и напускали мух под крышки саргофаков. Потом был всегда конфликт, кого первым купать. Потому что ведь раз в два месяца мумии там проходят, если знаешь, процедуру купания. Их опускают, это прелестное зрелище во вскрытом виде, их расшнуровывают, раздевают и опускают в ванну. И вот все возмущались, что оказывается Сталина купают в той же, в том же растворе, в котором искупали Ленина. И что это в общем кощунство, что этот раствор был использован. Алексей Глебович, простите, у меня по этому поводу к вам как специалисту возник вопрос. Я никогда не задумывалась на эту тему. А теперь задумалась. Сталин тоже был мумия. Он был великолепен. Он был даже, скажем так, наилучшим образом, гораздо лучше, чем Ленин. Отбальзамирован. У него был естественный цвет кожи, у него вообще все было в порядке. И это тоже играет роль в нашем повествовании. В общем, Хручев принял решение расселить мертвых вождей, Ленина оставить по месту прописки, а Сталина захоронить за мавзолеем. И была провернута операция. Главным был назначен генерал Чекалов. И генералу Чекалову пришла в голову абсолютно гениальная мысль замаскировать эту всю процедуру перезахоронения военным парадом. Как раз был 31 октября. Приближалось 7 ноября. И вот был устроен ночной внезапный парад. Репетиция генеральная с прохождением полков. И вот из-за этой гениальной мысли практически все живые участники тогда и обделались от ужаса. Дело в том, что там было много всякой суеты. Там непосредственно Машков, по-моему, был комендантом мавзолея. Он отвечал за золото, за гробы и за секретность. Золота было очень много. Все сталинские пуговицы были из чистого золота. Звезда, там была не героя, а соцтруда у него была на нем в тот момент, тоже была из золота. Было золотое шитье на погонах. Вот потихоньку чекисты эти все пуговицы срезали, спарывали, на их место пришивали латунные. А мимо идут войска и все с интересом заглядывают. А что там, собственно говоря, за свет в мавзолее по ночам? Что за шабаш там творится? А потом оттуда раздались удары и суеверные солдатики уходили в своих колоннах, уверенные, что по ночам либо Сталин бьет Ленина, либо... А на самом деле там разбирали гроб, потому что поняли, что вот если какой-то идиот устроил парад, то выносить гроб с чьим-то телом из мавзолея уже невозможно. Генералы, которые присутствовали на параде, которым не нравились все эти игры с трупами, вполне могли поднять просто элементарно военный мятеж. И поэтому гроб, чтобы гроб не привлекал внимания, он был на шипах, его несколькими ударами разобрали и подмышками аккуратно вынесли, как бы таким прогулочным шагом туда, за мавзолей, и там уже собрались. А там же есть задний ход вдоль кремлевской стены, да? Переход очень длинный, и он выходит на ту сторону кремлевской стены, а могила Сталина сразу за мавзолеем была выкопана. Да, да, это мы знаем. И вот гроб был туда перенесен фрагментами, и когда уже встал вопрос о том, что надо каким-то образом к могиле доставлять тело Сталина, как раз и генерал Чекалов, полковник Тарасов, они прибежали, что, в общем, среди войск очень тяжелое настроение, а там прямо тормозили рядом с мавзолеем танки, уазики с генералами разглядывали, что происходит. И поэтому было принято решение, в общем, Иосифа Виссарионовича идти своим ходом до могилы. Это было очень рискованное решение, самоубийственное, потому что он был настолько хорошо отбальзамирован, что даже с 30 метров его лицо было невозможно не узнать. И хотя это были, в общем, очень далекие годы, но циковские детишки, они и тогда ездили за границу, и тогда они наслаждались всеми радостями жизни, и, по счастью, у одного из этих циковских детишек была с собой маска тыквы хэллоуинская. И для того, чтобы скрыть лицо вождя, была одета хэллоуинская маска, и два плачущих, рыдающих офицера вели Иосифа Виссарионовича до могилы. А армейские генералы на все это смотрели, уже расстегивая кобуры, но здесь, извините, появляется тыква. Правда, в сталинском кителе ее ведут под руки двое офицеров, никакого гроба нет, перезахоронением не пахнет. В общем, единственное, там был затык, стали звонить Хрущеву, что делать с рабочими, которые разбирали гробы и копали могилы. Вот что делать с этими людьми, которые в нарушении всех норм секретности были посвящены, и все там решилось быстро, хорошо и благополучно для всех, потому что через 20 часов эти рабочие проснулись уже под Магаданом, уже в чумах, уже с паспортами оленеводов, с оленеводческими женами, и у каждого было по пять детей, и они там и остались на всю жизнь. Но вот что самое пикантное, поскольку операция была секретная, а молоток забыли, гроб Сталина остался незаколочен. Простите, Александр Глебович, но теперь вот по конкретике. Его похоронили за бальзамированным в гробу? Да, гроб собрали, его положили в гроб. То есть, в принципе, можно выкопать, это я к тому. Он не сильно испортился. Пожалуйста, дождитесь хотя бы юбилея, то есть, следующего Хэллоуина. Более того, скорее всего, он лежит в этой тыкве. Я уже зарекалась не верить вам, Александр Глебович, но здесь я просто теряюсь. Сколько раз я вас не подводил, Оля? Да, да. Да.